Что же будет в конце? Что будет в конце? Ну твою мать! Армагеддон! Ты не мог подождать, нет? Все игры, в которые мы играем, обычно радуют нас своей историей. Ну, я имею в виду сюжетные игры, естественно. И... Мы испытываем с вами странные ощущения, когда история заканчивается не очень. Вплоть от... Твою мать! Ну вот, примерно вот такие ощущения. В зависимости от того, как человек воспитан и насколько он воспринимает реальность. Я обычно отношусь к последним. Я думаю, что лучшим материалом, который вот показать просто таки вот вставок со мной, да, будет отрезки из прохождения. Ну, то есть, те моменты, когда я понимаю развязку всего сюжета и я говорю о своем мнении, да. Ну, то есть, по сути, титры показать. И, в принципе, это будет лучшим всем из всего того, что я могу показать. Я человек очень критичный. Я, конечно, шусь... Ну, вот, по-нормальному. Я понимаю то, что историю интересно писать ложно, но когда просто берут историю и сливают в говно, я не буду терпеть. Я сидел тут часов десять, смотрел, играл в это дело, и тут вы мне скатывает просто в полные пикулярии. И ты думаешь, на хера это уже, да? И я говорю сразу, что это спойлер будет, и так далее. И на пятом месте у нас детективная история, которая вышла не полностью в этом году, но которую я создал только в этом году полностью. Ну, и частично она закончилась в этом году. Да нет, закончилась она в этом году, частично она вышла в этом году. И... да. Полгода ожидания закончились... Ну, как вам сказать... Рояли в кустах! Мне нравится моя лепочка. Они звали меня маленькой, эээ... Русалочкой. Настал то, что вы хотите взять больше деток. Надеюсь, ты найдёшь... Окей. Погонимся за ней. Увидимся, волк. Увидимся, волк. И чё, какая разница, чё я пойду под конец? Пошли они в жопу! Второй сезон будет таким же, как The Walking Dead. Короче говоря... Смотрите, всё, что мы сделали, а это всё неважно будет. В первом же сезоне всё засрут. Лина, всё закончилось дерьмом. The Wolf'ом у нас, представляете, 4 эпизода. Создавал Саспин, просто вот... Спрашивал у тебя, кто же, кто же, кто же убийца, кто же убийца. В конце оказалось, что убийца Дворецкий. Убийца-персонаж, на которого всем насрать. Я не знаю. Просто вот основная сюжетная линия игры — это детективная история. Больше ничего в этой игре нету. Нет никакой драматической подоплёки, нет ничего. Вообще. Есть какие-то повороты, да, но они никак не относятся в сюжетной линии. Всё остальное — это сюжетная линия. 8% этой игры — это сюжетная линия. И пили детектив, которым у вас будет рояль в кустах в конце — это просто зашибись. Это же не рояль в кустах, это Дворецкий, который сидит на рояле в кустах. И я говорю именно о подаче вот не концовки самой, да, когда нам запудрили мостом непонятно чем, да, я говорю как раз таки о развязке детективной части истории, когда нам говорят, кто убийца. А как бы в детективах это самое главное. В детективах главное хорошо подобрать убийцу и эмоционально подготовить к этому читателя, зрителя и так далее. Этого у The Tale Games не получилось, потому что они странные дилетанты. Ну, или стали ими через какое-то время после выпуска The Walking Dead Season 1. Потому что всё, что они выпускали после этого — это плоское, невозбуждающее нечто. Хотя я ещё не играл в Tales from Borderlands, но это всего лишь Borderlands. Так что я утверждаю только основываясь на втором сезоне The Walking Dead и The Wolf Among Us. На четвёртом месте хорошая игра. Она мне нравится, если что. Они говорят, что игра плохая и так далее. Но разработчики немножко перебольшились продолжительностью игры ииииииииииии они немножко что-то как-то зафейлились в конце. Слушайте, прям как в конце первого фильма. Поясницу не переломит, нет? Что? Что? Там вакуум! Или они уже в атмосферу вошли, поэтому там были чужие... Почему? Как они выжили? О, МГ, я... Я не знаю. О, Майгад! Что? 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 По сути, по игру Alien Isolation надо было бы закончить где-то на одиннадцатой главе. Ну, две трети. Первые оставить, последнюю убрать. Ну, или поменять вторую третью, последнюю третью местами. Потому что, по сути, у нас всё, что нужно было сделать, и весь вот этот напряг, он вот как раз происходит во второй, третий. Последняя треть, она размазанная, она с каким-то ужасным финалом, ну и мы все знаем, что произойдёт с главной героиней, потому что нам говорили об этом во вторых чужих. Мы знаем то, что она до 9-6 лет, она помрёт от рака и так далее. То есть, никто здесь не убьёт. Зачем нам делать показ открытую концовку и так далее, и прочее. Зачем нужно было делать последнюю треть, которая практически без чужих проходит, я не знаю. Но, я считаю, что слишком растянута, и концовка слишком... ну, странная. В общем, вот как концовка должна, в принципе, выглядеть в этой игре. Мне тут шикарно попу греет. Привет! Ха-ха! Чмошник! Давай-давай-давай! Давай! Вау! Э, бронё всё... Чуть-чуть быстрее всё пикало. Фигасе она как чётко прилетела, смотрите, прямо к шалюзу. Чуете разницу? Чуете, да, как бы... Как там заканчивается, да, прям всё как в фильме, да? И как тут заканчивается какая-то нелепая херня, чужие в космосе? Чё они здесь делают? Они могут дышать в космосе, они же вроде как из человекоподобного существа создавались, которые должны дышать. Вот, в общем, а как они здесь оказались? Почему они здесь... И, в общем, бред какой-то собачий. И в конце ещё и открытая концовка. Это мне, если честно, непонятно было, зачем сделано. Но ладушки. Я говорю о том, что здесь как бы ужасная концовка в том плане, что можно было просто либо поменять местами эти концовки, да? Либо просто последний третий выпилить. Но разработчики, наверное, за продолжительностью у них это получилось, и они замутили вот так вот. А я, конечно, понимаю, что это тут ещё сраный сексист, но Риану Пратчет мне хочет отправить на урановые рудники. Куда подальше от игры? Реально, куда подальше, потому что она всё портит. Основная сложность была, знаете в чём? Узнать, где находятся сраные осколки. И всё. Да, мне дали аж два чиминга. Тише едешь, больше своруешь. Тише двигайся. Дай мне когать. Гарет! Гарет! Серьёзно? О, боже мой. И чё? И чё? Ээээ... И что? Парни решили такие, опаньки, а у нас что-то игра говно получается, давайте мы ещё более говёные. Что это было? Вот это что было? Типа, и чё? И чё случилось с Эрин? Реально прачи-то косит. Ооо, я такая умная, жирненькая, да. Давайте я попробую написать что-нибудь с умной концовкой. А детишки пусть разгребают. Написал в итоге историю для 15-летних. Если вы играли в Сив, вы всё понимаете. Это абсолютно безликая, ужасная, серая история, в которой в конце всё скатывается к книжкам для 15-летних. Это такой ужас, в котором неразгрытый характер персонажа, в котором открытый ужасный концов, в котором непонятно для чего ты всё делал и так далее. Можно было выпилить весь сюжет и просто оправить Гаррета воровая, оборвывать всё, что здесь есть. Просто бритки какие-то давать, тексты и всё. Ничего бы не поменялось, потому что весь сюжет, он, во-первых, с открытой концовкой, с непояснёнными деталями и прочим. Ни хера не понятно, что произошло в конце, что происходило, что произошло с бабой, выжила она, какого хера здесь Гаррета, что... Блин, у меня такое ощущение было, что меня вырезали просто в финал. У меня финального ролика нету и всё. Я его пропустил, скипнул и так далее, но... А вот на втором месте уже как бы не сюжетная составляющая, как раз таки игровая составляющая. Что для нас важно в конце? Это... Ну, в конце игры я имею в виду. Это какой-то хороший финал, босс, да? Обычно босс. И вот, чтобы просто вот... Ну, хорошо, так сисьло, крышка, крыласная кульминация была, и вот развязка тоже потрясающая. Резкое похудение. What the fuck? Замечательно. Он стал большой зияющей вагиной, что ли? Чё это было? Чё это было? А это конец, серьёзно? Оооо, просто... Монолит, вы боги. Это как девочка Альма, которую можно запинать. Знаете, как видео это? Которую бомж запинал школьника. Вот, примерно так же и в фирме, наверное, заканчивался бы, если бы они не вырезали девочку босса из конца. Девять с половиной из десяти. Ооо, ооо, девять с половиной из десяти. Девять с половиной из десяти. Джойстик написал то, что эта игра революционная. Девять с половиной из десяти. Девять с половиной из десяти. Вы до сих пор не поняли? Посмотрите на экран Какая оценка? 9,5 из 10 Что у нас в Middle Earth Shadow of Mordor происходит? Вы всю игру гоняетесь за убийцей и так далее Вы выносите там каких-то мудаков и прочих личностей Вы находитесь до финального босса, вы готовитесь ему отомстить Ну а вообще, что в начале-то игры есть? У вас просто убивают жену и так далее, приспешники Саурона И вы, по сути, всю игру хотите отомстить им и замочить Что происходит в конце? Вы находите этого самого урода, который вы хотите убить Вы уже подготовились к этой эпичной битве Вы нажимаете три кнопки в QuickTime Event и все титры Они что, не могли босса допилить, что ли? Я не понимаю, у них времени не хватило Они... Что? В конце и босс говеный, и всякий фессиональный ролик такой Я совершил месть, я пошел Но вершина в этом топе Беспрекословна И оторвавшихся конкурентов занимает Что-то это мне очень сильно напоминает О, да Давайте вспомню Сплинтерселл Блэклист Только в более убогой версии Охереть Что ты совершил в моем жизни? Лучше! Мне даже не надо прятаться С стелсом пытаться пройти, что ли? Окей Чувак, ты знаешь, что у тебя есть жизнь на исходе? Так, просто между делом Ты это как-нибудь про фикси там Окей, я просто на него побегу сейчас и да Ой, ё-о-о-о Это еще тупее, чем я думал Три хилки Три раза его забиваешь Просто О-о-о-о Все плохо, короче говоря, Ubisoft И бать, драма, вообще капец Много лет спустя Много лет спустя Бонапарт тут Сколько много? Десять лет? Окей Просто Много это десять, да Десять это много И че это? И что это? А, собственно говоря, где финал для Вы че, издеваетесь? И здесь нету субтитров, да, окей? Я просто это скипнул Эээээээээ... То есть подождите Если там что-то было критическое Для понимания сюжета Во время титров То какого члена Не было, во-первых в субтитрах Во-вторых Их дали пропустить Возможность пропустить сразу Что за... Для чего я всё это делал? Нахера это нужно было? Кто меня нанимал? Что это было? Мне могли показать кат-сцену, в которой она хотя бы сказала... Дело в том, что... Ну как вам объяснить? Дело в том, что вся история этой игры это просто ненужная глава в книге. Представьте, если, допустим, во время войны какие-нибудь там поляки неожиданно делали большой-большущий торт на свадьбу. И нам описывали, как создать этот торт, ингредиенты его описывали, как над ним трудились, сколько людей его делали. Всё это заняло в книге про описание нападения, допустим, про описание войны 100 страниц из 400. И вы читаете, и вы уже готовитесь к тому, что вот этот торт разрежут, всем дадут, да? И вы хотите узнать, какой у него вкус будет? Потому что нам говорят, что это самый вкусный торт. Мы просто... Вы обалдеете от этого вкуса. Мы его обязательно... Вы обязательно его попробуйте. И вы уже думаете... Так, вот сейчас написано. И только вот человек подходит вот вилочкой, берёт вот этот вот тортик, уже подносит его ко рту, как тут боеголовка попадает в здание прямо в торт, торт разносится по всей жопе, все в кишках, всё нахер в трупах, и никто не попробовал этот сраный торт, началось нападение, немцы занимают деревню, и всё в говне! Всё! Вот примерно если скринете о том же. Вы вроде как узнаёте персонажа, вот этого Арно, вы узнаёте его историю и так далее. В конце любовная история засирается... Ну вот там он любит, любит девушку и так далее. В итоге любовная история засирается тем, что баба подыхает его! В итоге финальный босс проходит со двумя кликами по сути. И в-третьих нам говорят то, что всё, что вы делали, это бес-по-ле-зно! То есть мы узнавали зря героя, мы узнавали всё зазря, мы делали всё зазря, потому что вся полученная информация нами от Арно, она бес-по-ле-зна! Потому что нам констатировали говорят, ой, то что мы искали по гребенам где-то далеко-далеко, и мы не можем это найти, так что насрать на это. А зачем вы про это рассказываете?! Зачем?! Нахера мне про это знать?! НА-ХЕ-РА! Assassin's Creed это сага, которая объединена одной темой, борьбой тамплиеров против ассасинов в современности. Трилогия была объединена тем, что Дезмонд искал сраную способность спасти мир от конца света, который предвещали притечь здесь. НЕ ПОНЯТНО, что происходит, ЗАЧЕМ мне это делать?! ЗАЧЕМ ХРОМОННИКИ ЭТОПЛЕРЫ этим занимаются?! Почему ассасин их убивают?! Почему я должен помогать?! Нахера я занимаюсь этим?! ЗАЧЕМ?! Просто ЗА-ЧЕМ?! Могли всё сделать, могли в конце. Да, вот я проходил, как в случае с Assassin's Creed 3, я проходил, я нашёл место расположения этого предмета, этот предмет захватили хромонники или ассасины, и всё понятно, ЗАЧЕМ я это делал? То есть я узнал какую-то частичку информации, но в конце мне говорят, что мне это не нужно делать?! А нахера вы мне рассказывали об этом?! Просто я... Н kepada your friends food mumbo и честно на самую лучшую это... само лучшую... в смысле самую- самый... да сада... Освライдел rich boss в этом чарте, то есть гран-при просто супер-мега первое место занимает в принципе концовка этого топа. ЗАЧЕМ Субтитры создавал DimaTorzok